Молодой человек, который говорит, я решаю следовать за своими родителями, я решаю следовать за Господом. И у нас есть Тора, сегодня мы послушаем его комментарий. А я вас прошу поддерживать его. Аминь. Шаббат шалом, дорогая община. Спасибо, что пришли на мою бармицу, для меня честь сегодня стоять. Давайте встанем и помолимся перед чтением Тора. Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Сегодня я буду комментировать Матод, числа 30 глава. В ней рассказывается об обедах и обещаниях. Давайте начнем с того, что такое обед или обещание. Обед Господь. Обещание, данное кому-либо добровольное обязательство сделать, выполнить что-нибудь. Не делая обещания, вы предаете себя, свою веру в себя. Это, как бы, главное, что у вас есть. Давайте рассмотрим, что такое обед. Обед, даваемое Богу обещание, совершить какой-либо подвиг, делая милосердие или благочестие. Многие люди дают обещания, примеры жизни. Вот, допустим, в банках реклама есть, дают кредит. И говорят, если вы возьмете кредит, будет хорошо, а потом там, ну, как минимум, год отплачиваете, его 5, там, 10. Вот так. Есть еще и обеды Господу, обеты Господу. Пример из Библии. Обед Анны. Что была женщина, Анна, у нее не было детей, она каждый день молилась у жертвенника и дала обет Господу, что если у нее появится сын, то она отдаст ему на служение Богу. И у нее появился сын и отдала его на служение Господу. Если бы она не совершила свое обещание, то мы бы не знали, кто такой пророк Самуил. Теперь рассмотрим числа 30 глава 3 стих. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив заруб на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Давайте поразмышляем. Если мы даем обет Господу, то мы должны исполнить, ибо сеть для человека давать обет и после обдумывать. То есть другими словами. Если ты дал обет Господу, ты не должен сомневаться в обещанном, и нельзя в сомневаться. Надо стоять на своих позициях. Для подростков, молодежи, вот такой пример. Пацан сказал, пацан сделал. В числах 30 главе рассказывается об отношениях между мужем, женой и дочерью и отцом. Если девушка положит заруб на душу свою, ну, даст обет Господу, и она будет в доме отца, отец может запретить ей все обеды, и не будет греха ни на дочери, ни на цех, потому что дочь под покровом отца. Если дочь замужем, ну, уже женщина, и она дала обет Господу, муж услышал и запретил обеды, то они все тоже не сбудутся, ну, не будет греха ни на мужа, ни на жене. А вот если она даст обет Господу, и муж услышав, и через некоторое время, ну, он промолчит, а потом скажет, что мне это не подходит, то он совершил грех. Вдова, если она даст обет Господу, то все ее обеды сбудутся, потому что она под покровом Господа. Так что, вывод какой сделаем, что лучше не обещать, но сделать. Вообще, Ишуа говорил, что лучше не давать обеды, не клясться ни жертвенникам, ни мамой, ни собой. Да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. Когда мне было 10 лет, я был маленьким мальчиком, который хотел пройти бармицу, там, с молодежкой тусоваться. Но сейчас я делаю осознанное решение. Я готов уже пройти бармицу, служить Богу, служить людям. Если я какой-то поступок совершу, ну, неважно, хороший, плохой, то за него буду нести ответственность я, а не родители. Все, спасибо за внимание. Вот так вот, друзья. Если он совершит хороший поступок, он будет за него нести ответственность. Да? Мы согласны. Можно, родители, мы вас попросим сюда прийти? Аллилуйя. Первый комментарий жизни, но я уверен, что не последний. И вы заметили, да, была основная мысль. Пацан сказал, пацан сделал. Проехали, идите сюда. Аллилуйя. Родители, помолитесь, пожалуйста, благословите сына своего. Господь, спасибо тебе за нашего сына, что ты нам его дал. Прежде всего, для нас это большая награда. То, что он уже стоит здесь, а не где-то в другом месте. Именно в этой церкви, здесь проповедует. Благодарим тебя, Господь. Давай, изливай на него свою милость, Господь. Чтобы твой жезл, твой посох, они управляли им. Чтобы он ходил по стезям его правды и Господней. Всю свою жизнь. И никогда не отходил от путей Господа. Спасибо тебе, Драссен, Отец, за мою сыну. Аминь. Отец, Боже, спасибо тебе за милость твою, за любовь твою, которую ты изливаешь на Даньку. Мы просим тебя, Боже, чтобы ты хранил его на путях его. Чтобы ты был просто путеводителем ему во всех его делах, во всех его путях. Чтобы и все его пути, они были просто направлены тобой. Чтобы его сердце, оно всегда было открыто для тебя. И в тяжелых ситуациях, чтобы он не забывал тебя, чтобы он всегда, Господь, уповал на тебя. Всегда просто радовался в тебе, жил в тебе. Наполнялся просто счастьем, чтобы счастье это переполняло его, что ты есть его Бог и Отец. Спасибо тебе. Благословляем Сына нашего Божий. Ты благослови его, и пусть покров твой будет на нем всегда. Аминь. И давайте мы как община тоже помолимся за него, да? Святой Бог, вот служитель перед тобой, он хочет служить, Боже. Он сказал, что он хочет идти за тобой, Боже. И многого он еще не умеет и не знает, но ты видишь желание его сердца. И Давид был мальчиком, когда ты использовал его. И ты давал ему силы побеждать львов, Господь. И ты давал ему мудрости править. Боже, да будет он благословен, да будет он силен перед тобою, да будет, Боже, твой покров на его жизни, твоя защита и твое благословение Отца. Да будет он целной личностью, да знает он тебя, да следует он за тобою во все дни жизни своей, да принимает он мудрые решения, да любит он Слово твое, Господь, и да будет он наполнен Духом Твоим, Святым. Мы благодарим Тебя, Святой Израиле, за Данила. Мы просим Тебе, Боже, не отними Твоей руки от него, Господь. Да будешь ты благословен при входе и при выходе. Да будет Господь покровом Твоим и защитой Твоей. Во имя Ишу Алиса. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok